В рамках Олимпиады проявить себя могли все ребята. В заданиях были предусмотрены как творческие, так и соревновательные направления. Творческий раздел носил название «Роботы в науке». Школьники представили свои проекты роботов и различных электронных устройств, которые могут использоваться в научных исследованиях. Мы открываем новое направление в Институте математики и компьютерных наук по робототехнике и мехатронике. Это даёт им будущую профессию, но вообще это развивает различные навыки. И программирование, и физики, и математики. И они впоследствии могут стать первоклассными программистами или другое направление, выбрать подготовки, которые уже реализуются в Тюменском государственном университете. В рамках Олимпиады впервые проводилась уникальная для Тюменской области экспериментальная категория «Ардуино», чтобы вызвать интерес школьников к этой робототехнической платформе. Я должна вставить цветочек, поворачиваться на свет, там, где на него больше светит. То есть, если на него больше светит попадает с этой стороны, то я должна вернуться на эту. С этой, в эту. Это сложная задача? Для меня лично да. Почему? Потому что раньше такого никогда не делала, и, собственно, мой опыт у «Ардуино» не сильно большой. В соревновательной части была представлена дисциплина «Биатлон», требующая от роботов изящества и внимательности. Впервые проводились и скоростные гонки, в которых юные изобретатели смогли проверить, чья машина быстрее. Где-то примерно в ноябре я узнала про этот кружок, и мне захотелось пойти туда. Мы поехали на соревнования и получили первое место. Тогда я поняла, что у меня талант. Я хотела собрать робота, который помогает людям при пожаре или в трудных ситуациях. Который может увидеть человека, который не смог выбраться при пожаре и вызвать туда людей, их помочь. Стоит отметить, что в Олимпиаде принимали участие учащиеся городских и сельских школ. Создатели самых ловких роботов и самых полезных проектов получили заслуженные призы. Судя по количеству конкурсантов, вскоре Тюмень ожидает настоящий робота-бум.